Что волнует спортсменов? Конечно же, спортивные объекты. Вопрос по строительству ФОКа, по спортивной гимнастике, на встрече с исполняющим полномочия главы и депутатами подняли в первую очередь. Хотелось бы узнать, получилось ли внести наш ФОК в областную программу и на каком этапе находятся мероприятия по отведению земельного участка для строительства ФОКа. Сформирована новая программа по строительству эксклюзивно-зарайдных областей от города Щелково, от городского города Щелково, теперь вошло два ФОКа. Это ФОК бассейн на Щелково-7 и ФОК спортивной гимнастики здесь, в центре Щелково, рядом с Амальтиком. Все междучастки есть, они позволяют это сделать, поэтому программы получены. Ну а, единственное, но. Эта программа пока не осмечена. Мы, будем так говорить, не ждем решения и губернатора, и правительства Московской области, чтобы нам открыли внести. Ответы на вопросы по наболевшим проблемам дал и исполняющий полномочия главы округа Сергей Горелов. Регулярно на встречах задают одинаковые вопросы. А это значит, что носят они общий характер. В частности, на повестке актуальная тема зловоний в Щелкове. В черте городского округа таких источников неприятного запаха несколько. И проблему, подчеркнул Сергей Горелов, не просто держат на контроле, активно решают. Мы вошли в программу Московской области. На ее исполнение будет выделено 14 миллиардов рублей. В следующем году начнется реконструкция очистных, но за один год, естественно, это не сделают. И объем очень огромный, и финансирование, и объем по работам. Но, тем не менее, в следующем году эти работы начнутся. При этом, вы знаете, что у нас рядом с очистными есть силовые карты, которые тоже довольно неприятные запахи излучают. Их тоже необходимо будет вычищать. Но иловые карты в программу реконструкции очистных сооружений не вошли. Дороги и мосты – еще один вопрос, регулярно возникающий на встречах. На этот раз говорили о ремонте и оснащении небольшого мостика, по которому активно переправляются жители. Здесь вот мостик через ручейок, сзади зала проходит. Будет ли ремонтироваться этот мостик и освещение будет ли проводиться? Если будет достаточное финансирование, в 2020 году будет и ремонт его, и освещение. В целом, эта встреча стала еще одним важным диалогом, который поможет всем участникам понять, как сделать родной город и окрестности комфортными для жителей. Лилия Тимеева, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.